всем привет меня зовут майкл наки вы находитесь на моем канале и я стал замечать что люди при обсуждении текущей военной ситуации того что происходит что не происходит наступление мобилизации всего остального находятся в очень каком-то таком иллюзорном вакуумном мире ну то есть буквально не помня а что было буквально год назад или полгода назад и ну то есть когда я слышу разговор о том что вот как-то все медленно или еще что-нибудь хочется так сказать слушай а ты помнишь вообще год назад когда танки у киева стояли когда колонна танковая шла на киев и когда она была разбомблена или полгода назад когда были там жестокие бои абсолютно без пощадные когда города сравнивали с землей и мне кажется это специфика нашего восприятия мы довольно быстро забываем вот весь такой хронологический порядок поэтому сегодня я бы хотел его для вас восстановить сегодня мы обсудим 12 ключевых событий этой войны это материал который сделала русская служба bbc он называется по-другому но тем не менее именно он меня вдохновил они сделали очень хороший и детальный разбор того что происходило эти 12 месяцев не в целом описательный как я делал годовщине войны а вот конкретные эпизоды да и по ним очень легко восстановить своей памяти что происходило ну и конечно интересно с военной точки зрения как это все значит трансформировалась и пришло к нынешней ситуации ведь только помня что и в какой момент происходило мы сможем адекватно воспринимать настоящее и более-менее чего-то ожидать от будущего потому что год назад никто не мог представить что украинская армия будет на равных биться с российской армии и нынешний паритет который мы видим сейчас на линии фронта тогда оказался чем-то фантастическим и невообразимым но давайте обо всем по порядку в общем ссылка на материал bbc будет в описании для тех кто больше любит читать и воспринимать именно текстовую информацию а канал вы можете традиционно как это видео поддержать вашими лайками подписками комментариями и подписка на патреон это собственно такая соцсеть сайт который вы можете там подписаться на рекуррентные платежи и тем самым поддерживать канал это очень удобно потому что я вот собственно вижу там какой-то уровень поддержки который позволяет мне там планировать на месяц-два вперед что и как я буду делать канал ну в общем давайте без лишних предисловий уже непосредственно к 12 ключевым событиям этой войны первый этап войны север собственно там и началось вторжение наступление на киев чернигов суммы все это было самом начале этого полномасштабного вторжения наступление российских войск на киев и ракетно-бомбовые удары по украинской столице начались первый же день вторжения 24 февраля российские бронетанковые клини двинулись территории белоруссии на юг вдоль днепра после массированного авианалета российские войска высадили десант в аэропорту гастомель 25 километрах от киева одновременно российские части начали быстрое продвижение киеву с востока захватив значительную часть территории черниговской и сумской областей столица начала подготовку к обороне мосты на поступок киеву были взорваны многие киевляне начали записываться в ряды территориальной обороны и получать оружие на фоне видеокадров с российскими танками движущимися на киев раздача автоматов калашникова гражданским выглядела как фол последней надежды но уже тогда возникло ощущение что дела у российской армии пошли не по плану сначала появились сообщения что в сур разбили российский десант в гастомеля а затем мир облетели кадры разгромленных под киевом российских колонн десятки единиц сожженной бронетехники грузовиков и обугленные трупы солдат однако наступление российской армии на киев продолжалась на поступок столицы завязались бои особенно ожесточенные столкновения происходили в населенных пунктах буча гастомель ворзель ирпень которые находились часть из них в семи и часть из них в 10 километрах от жилых районов киева отдельным российским отрядом удалось прорваться в городскую черту киева сообщалось о входе российских подразделений в город спутник киева бровары и даже о перестрелках диверсионно-разведывательными группами в центре столицы но все эти атаки были отбиты началу марта российское наступление замедлилось наступающей части понесли серьезные потери хотя и продолжали осаду и бомбардировку украинской столицы по данным пентагона 11 марта российские войска стояли в 15 километрах от центра киева на такую северо-запада из востока в частности российская техника была замечена берестянки и озерах кстати если вы хотите подробнее вспомнить что происходило с битвой за киев как она вообще выглядел у меня есть отдельный ролик по материалам вашингтон пост а вроде довольно неплохой получился на можете его посмотреть и чтобы понять и вспомнить как это все тогда происходило чтобы не слушать всяких скажем так непрофессионалов которые рассказывают что путин и не собирался брать киев но продолжим но положение растянутой к югу вдоль правого берега днепра российской группировки становилось все более тревожным запада в ссу нанесли серию контрударов и вклинились ее порядке сразу на нескольких участках угрожая на любом из них прорваться киевскому водохранилище отрезать все российские подразделения находящиеся южнее не лучшим образом для российской армии складывалась ситуации на черниговском направлении парнетанковые клинья прорвавшиеся к пригородам киева с востока уперлись в оборону и растянулись вдоль трасс а в тылу и на флангах у них остались боеспособные украинские части стало ясно что российской армии надо думать не о штурме киева о том как обезопасить свои ударные группировки сообщить об отступлении российское командование поручило замминистра обороны александру фомину 29 марта он заявил о решении в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении на следующий день минобороны россии заявила о плановой перегруппировки сил поскольку якобы выполнила свои задачи 1 апреля начался отход российских войск а к 6 апреля украина восстановила контроль над своими границами в киевской черниговской и сумской областях после отхода российских войск на оккупированных ими территориях были обнаружены более тысячи убитых мирных жителей на телах многих имелись следы пыток это был первый один из самых страшных этапов этой войны я помню его довольно хорошо потому что вот этот первый месяц было вообще непонятно как сможет выстоять и киев и украина в целом и этот первый месяц вы знаете часто сейчас говорят вот это решающий месяц войны вот это решающий месяц войны конечно каждый месяц решающий каждый день я бы даже сказал решающий потому что именно от того что будет происходить буквально в каждую секунду зависит как и что будет дальше в этой войне но вот этот первый месяц когда действительно россия просто гнала вперед и была в какой-то момент откинуто это конечно определяющая победа без нее быть ничего не было дальше параллельно множество событий происходило на юге ключевых событий и это второй пункт который является собственно первым этапом войны но на этот раз на юге и в которой происходил захват херсона мелитополя и пробитие сухопутного крымского коридора степи юга украины не лучшее место для обороны особенно в конце зимы когда промерзший грунт еще достаточно крепок чтобы выдержать тяжелую технику пишет русская служба bbc первый же день войны российские части хлынули туда из крыма через перекопский перешей и продвинулись на 60 километров направлений херсона и каховского водохранилища к утру 25 февраля при поддержке артиллерии авиации они заняли города геническ и новая каховка разблокировав северо-крымский канал который украина перекрыла в 2014 году после аннексии крыма тот же день они вышли к антоновскому мосту через днепр бои завязались на подступах к херсону в городе был введен комендантский час восточная часть российской группировки двинулась в запорожскую область 26 февраля российские части вошли в мелитополь обошли бердянк и стали продвигаться к мариуполю херсон был оккупирован 2 марта он стал первым и единственным областным центром перешедшим под контроль российской армии жители города выходили на протесты против российской оккупации которые были подавлены попытки дальнейшего продвижения российских войск на север и на северо-запад оказались неудачны высоту отбили атаки в направлении николаева кривого рога и гуляй поля 7 марта украинская артиллерия нанесла мощный удар по аэродрому в районе села чернобаевка под херсоном по заявлению украинской стороны там было уничтожено большое количество российской военной техники включая вертолеты от себя добавлю что я помню этот удар там вертолеты просто вплотную друг другу стояли и поэтому конечно они все загорелись и сгорели к чертям собачим впоследствии удары по чернобаевке наносились еще много раз и стали всем нам известным мемом 16 марта украинские войска произвели успешное контрнаступление под николаевым отодвинув линию фронта до села посад покровская то есть до границы херсонской области результатом вторжения российской армии на юге украины наряду со взятием херсона стал захват обширных территорий между днепром и двумя морями черном на западе азовском на востоке это обеспечило россии сухопутный коридор в крым который она продолжает удерживать и на данный момент третье ключевое событие этой войны это конечно трагическая чудовищная битва за мариуполь всего через несколько дней после вторжения россии в украину мариуполь портовый город с населением около 430 тысяч человек оказался в кольце российских войск и находился под постоянным артобстрелом в ходе продолжавшегося 85 дней штурма город был почти полностью разрушен число убитых и умерших от голода ран и болезни мирных граждан до сих пор точно не установлено по оценкам международных гуманитарных организаций счет погибшим идет на многие тысячи российские удары шли сразу со многих направлений в том числе и с моря из-за отсутствия сплошной линии обороны на поступах мариуполю и острой нехватки сил украинское командование принимает решение отвести городу роль крепости с целью оттянуть на него крупные силы противника и выиграть время тяжелое решение и вообще вся история мариуполя в этой войне одна большая трагедия трагедия и героизм 2 марта российские войска окружили мариуполь со всех сторон и располагались в нескольких километрах от города начались массированные штурмы обстрелы и авиаудары во многих районах города пропала вода тепло и электроэнергия началась нехватка продовольствия предпринимались попытки договориться о гуманитарных коридорах для выхода мирных жителей на большинстве случаев эвакуация срывалась причем я помню как делались эти типа коридоры с российской стороны она их обозначала на и людей начинали эвакуировать и россия начинала бить артиллерии и минометами по этим коридорам но это все подробно я надеюсь вы помните ли можете посмотреть сводках того времени каждый из этих дней каждый день этой войны каждое ключевое событие и не ключевое задокументировано в наших сводках с русланом левиевом поэтому вы в любой момент можете пойти посмотреть что было в тот или иной день в течение нескольких дней областной драматический театр мариуполя служил убежищем для мирных жителей укрывавшихся от российской авиации артиллерии 16 марта по зданию был нанесен удар с воздуха в результате которого по официальным данным погибло не менее трехсот человек на сегодняшний день это самый крупный по числу жертв удар с начала российского вторжения ранее 9 марта обстрел подверглась городская больница в которой располагался роддом погибли несколько человек в том числе беременная женщина россия отрицает свою причастность к ударам по театру и роддому как россия отрицает и в целом удары по невоенным объектам и даже то что россия ведет войну и даже то что россия напала на территорию украины и даже то что россия осуществила вторжение в общем россия все отрицает ее мнение здесь не особо важно потому что она врет с самого начала даже не этого вторжения задолго то про отсутствие вторжения и про многое другое 24 марта российские войска подошли к центру мариуполя ожесточенные уличные бои продолжались еще до десятых чисел апреля а затем сместились на юго-запад города в район порта и к юго-востоку в район азовстали металлургический комбинат азовсталь огромный завод площадью 10 квадратных метров стал последним очагом сопротивления украинской армии там укрылись военные пограничники бойцы нацгвардии в том числе из полка азов и мирные жители у них было мало воды еды медикаментов и боеприпасов но они отказывались сдаваться несмотря на полную блокаду бомбежки попытки штурма бои за азовсталь продолжались до 16 мая лишь тогда оборонявшие завод украинские военные начали массово сдаваться в плен президент украины владимир зеленский назвал капитуляцию гарнизона гуманитарной операции по спасению жизней а тех кто вышел с азовстали героями российское министерство обороны объявила что территорию за азовсталь покинули все оборонявшие и украинские солдаты и офицеры большую часть военнопленных отправили в исправительную колонию в селе еленовка под донецком судьба многих из них до сих пор неизвестно хотя впоследствии часть бойцов в том числе командиров обменяли на пленных российских военных и куму путина виктора медведчука четвертое веха этой войны это оборона харькова захват харькова был одной из первоочередных задач российского вторжения российские войска пересекли границу харьковской области и начали атаковать областной центр в первый же день объявленный путиным специальные военные операции уже в полдень 24 февраля российские танковые части подошли к окраинам харькова но встретили отпор на следующий день подтянулись российские подкрепления после серии ударов с воздуха и артобстрелов они сумели ворваться в городскую черту где столкнулись с оборонявшими харьков подразделениями в ссу и нацгвардии тот же день основные силы российской армии были вытеснены из города а сумевшие закрепиться подразделения остались без поддержки были быстро разбиты с конца февраля по началу марта российские войска предприняли несколько попыток окружить харьков с разных сторон но в целом эти попытки оказались бесплодными и тогда начались обстрелы густонаселенных районов города 1 марта российские ракеты ударили по площади свободы частично разрушив здания облгосадминистрации российская артиллерия наносила непрерывные удары по харькову весь март самые страшные разрушения были в жилом массиве салтовка район с населением около 400 тысяч человек почти обезлюдил в северной салтовке практически не осталось неповрежденных домов начале марта российская армия сменила стратегию основной ее удар сместился к изюму городу к юго-востоку от харькова который планировалось использовать как плацдарм для наступления на подконтрольные киеву города донецкой области попытки окружить и захватить харьков тоже не прекращались но уже без прежнего энтузиазма бои за изюм продолжались месяц в су оставили город в котором была разрушена значительная часть жилой застройки в начале апреля закрепившиеся в изюме российская группировка будет несколько месяцев создавать серьезные угрозы на уже не столько харькова сколько флангом украинской армии на донбассе тем временем на севере харьковской области ситуация для российской армии складывалась все хуже и хуже украинская армия провела серию успешных контратак и перехватила инициативу весь апрель высу теснили российские войска вынуждая их откатываться на севере госграницы а на востоке к северскому донсу началу мая российские войска были выбиты из всех населенных пунктов откуда они могли вести огонь по харькову и ствольной артиллерии американский институт изучения войны заявил 14 мая что украина выиграла битву за харьков однако россияне по сей день продолжают обстреливать город дальнобойными ракетными системами залпового огня и крылатыми ракетами следующая ключевая веха это война на море начале вторжения россия стянула боевые корабли в район одессы и ввела морскую блокаду украинских портов возникли опасения что российские войска готовят высадку десанта на суше с целью развить наступление на одессу и николаев первые же дни украина затопила свой флагман фрегат гетман сагайдачный чтобы он не достался врагу корабль стоял на ремонте в доке тогда же российским войскам удалось захватить небольшой но стратегически важный остров змеиный в ста тридцати километрах к югу от одессы взяв плен его гарнизон в мс украины не могли на равных вести морские бои с российским черноморским флотом но имели довольно опасную для противника береговую оборону акватория одесской и николаевской областей была заминирована мины установили даже на городских пляжах высадка российского десанта так и не состоялась в ответ на взятие змеиного украина начала наносить удары по острову и кораблям обеспечения силами артиллерии и авиации в том числе беспилотной сообщалось и о попытках высадки десанта но украинские орудия вели огонь с территории измаильского района одесской области на пределе дальности а боевым самолетом приходилось считаться с развернутой на острове системы пво и российской истребительной авиации вылетавший на подмогу из крыма в обе стороны несли потери бои за змеиный продолжались до конца июня примерно в это время на вооружение украины поступили высокоточные американские ракетные системы хаймарс способны испепелить весь остров без особого риска для себя российские войска не стали дожидаться развязки и покинули змеиный над островом снова был водружен украинский флаг между тем война на черном море продолжалась российские корабли наносили удары по украинской территории крылатыми ракетами а высу пытались атаковать российский флот повсюду где могли до него достать в марте в порту оккупированного бердянска на азовском море в результате ракетного удара затонул большой десантный корабль саратов самым шокирующим для россии стало потопление флагмана черноморского флота ракетного крейсера москва он был атакован украинскими ракетами предположительно типа нептун 13 апреля и на следующий день пошел ко дну сообщалось также об ударах по российским кораблям новочеркасск цезарь куников василий бех и всеволод бобров генштаб всу по состоянию на 9 ноября заявлял об уничтожении 16 российских катеров и кораблей российское здание проект в начале декабря оценивал украинские успехи более осторожно по его данным черноморский флот россии потерял с начала войны с украиной как минимум 12 кораблей и катеров более 15 процентов своего боевого состава статистика не генштаба всуне проекта не учитывает результаты нападения украинских беспилотников на стопольскую бухту утром 29 октября в результате которого по данным bbc news украина получил существенное повреждение новый флагман черноморского флота заменивший крейсер москва сторожевой корабль адмирал макаров сейчас российские корабли и подводные лодки стараются держаться подальше от украинского побережья хотя и продолжают запускать крылатые ракеты калибр по украинским городам с безопасного расстояния усилить свой флот в черном море россия не может турция с начала войны не пропускает туда ее корабли значительная часть черноморского флота российской федерации переведена из порта базирования в севастополе российскую территорию в порт новороссийск теперь поговорим о другой веке тоже важный наступление россии на донбассе конце марта после поражения под киевом и черниговом российское командование заявило о выполнении цели первого этапа спецоперации и прекращение боевых действий в этих районах я думаю вы все это прекрасно помните эти цели якобы заключались в том чтобы заставить противника сконцентрировать свои силы средства ресурсы боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях включая киев следующей целью по заявлению министра обороны россии сергей шойгу должно было стать установление контроля над донбассом с целями вообще у россии все сложно они постоянно менялись об этом я рассказывал в недавнем ролике главным направлением нового наступления россии стал север донецкой области войска ударную основу которых составляли пригожинцы вот эта группа вагнера повара путина евгения пригожина как они незаконные вооруженные формирования на так бы мы их назвали с вами пи называем они нацелились на попасную вообще вся эта ударная группа мощный укрепрайон в су в центре оборонительной дуги по линии светлодар с севера донецк используя огромный перевес в артиллерии россияне наступали методом огневого вала снося до основания все строения на пути своего продвижения бои за попасную продолжались до 8 мая российской армии удалось взять город почти полностью его разрушив потеря попасной серьезно осложнила положение украинских войск оборвавших северодонецк с лисичанском на севере светлодарск на юге и бахмут на западе но тогда же в полной мере проявились и последствия российской тактики лобовых штурмов украинских укреплений а также ошибки в планировании военных операций оборачивающиеся для наступающих тяжелыми потерями 11 12 мая попытка переправы через реку северский донец в районе белогоровки целью которой было окружение северодонецка лисичанска обернулась для российских войск катастрофой украинская артиллерия наголову разбила переправы и плацдармы уничтожив около сотни единиц бронетехники и нанеся огромные потери в живой силе попытка взять северодонецк штурмом привела к затяжным уличным боям продолжавшимся до 24 июня тому моменту город был полуокружен и по большей части разрушен но блокировать оборонявшие его украинские части россиянам так и не удалось в ссу организовано отступили с потерей северодонецка оборонять соседний лисичанг до последнего был уже слишком опасно город был сдан в начале июля в результате непрерывных кровопролитных штурмов северодонецкой лисичанской агломерации резервы российской армии были истощены все дальнейшие попытки продвижения в направлении бахмута и славянска были отбиты командование рф было вынуждено взять паузу взятие лисичанска стала последним территориальным завоеванием российской армии в ходе весенне-летней кампании после этого она только терпела поражение и отступала еще в разгар боев за лисичанск российская армия столкнулась с новой неприятностью на вооружении в ссу появились американские ракетные системы хаймарс и другое высокоточное оружие приоритетными целями украинских артиллеристов стали крупные российские арсеналы и скопления техники в тылу сообщение об очередном взлечащем на воздух складе боеприпасов стали поступать одно за другим как следствие российская армия лишилась своего главного преимущества перед украиной система подвоза боеприпасов многочисленной артиллерии была нарушена в некоторых российских частях на передовой начался снарядный голод вскоре этот фактор обернется для российских войск еще большими неприятностями седьмая веха войны контрнаступление в ссу под балаклей и изюма утром 6 сентября украинские войска нанесли мощный удар в районе балаклеи города к юго-востоку от харькова атаки шли с трех направлений одна с юга от балаклеи и 2 севера оборона была быстро прорвана высу охватили город полукольцом перерезали главные дороги не тратя времени на штурм стали быстро продвигаться на восток южная группа прорыва заняла позиции к юго-востоку от балаклеи и остановилась для отражения возможного контрудара северная продвинулась немного дальше самое северное рванула вдоль шоссе в направлении шевченкова и купенска южная группа прорыва заняла позиции к юго-востоку от Балаклея и остановилась для отражения возможного контрудара. Северная продвинулась немного дальше, а самая северная рванула вдоль шоссе в направлении Шевченково и Купинска. Украинские части к северу от Балаклея быстро продвигались. В течение суток они блокировали Шевченково, важный населенный пункт на перекрестке дорог, а уже 8 сентября стояли на поступах к Купинску. Потеря этого города означала для российской группировки под Изюмом прекращение снабжения, которое шло туда по железнодорожным веткам из Белгорода, через Волчанск и из Россоши через Валуйки. Дальше все развивалось стремительно. Российские военкоры сообщали о срочной переброске резервов под Купинск и Изюм с целью не допустить прорыва противника. Украинские части тем временем уничтожили мост Купянске, соединяющий его с западной и восточной части, блокировали город и повернули на юг, вдоль Оскольского водохранилища в сторону Изюма. Мост через реку у села Синьково был взят, другой разбит. Еще одна штурмовая группа ВСУ развернулась на север и тоже стала быстро продвигаться по шоссе в сторону поселка Дворечное. Стало ясно, что линии снабжения российским войскам сохранить не удастся. Одновременно началось или было обозначено наступление украинских войск с юга на лиман. Если бы российские войска потеряли и его, Изюмская группировка оказалась бы в полном окружении. Предположительное решение об отводе личного состава Изюмской группировки было принято уже в ночь на 10 сентября. Уходили в сторону Луганской области, по большей части налегке, бросив неисправную технику и боеприпасы. Судя по тому, что ничего не подорвали, перед уходом отступать пришлось очень быстро. Фактически бежать. Главный наш спор того времени с Русланом Левиевым это бежали ли российские войска или значит тихонечко отступали. Я настаиваю, что бежали до сих пор. Украинские войска вышли к государственной границе с Россией. Пытаться удержать захваченные территории на севере Харьковской области смысла российским войскам уже не было. Над освобожденными населенными пунктами были подняты украинские флаги. К 12 сентября новая линия фронта проходила уже по реке Оскол на востоке Харьковской области. А вскоре украинские войска отодвинули фронт еще дальше на восток. Следующая важная веха. Восьмая. Операция по освобождению Лимана. Лиман, надо сказать, мы с Русланом Левиевым в своих сводках брали дважды и оба раза неправильно. Значит, нас вводило в заблуждение некоторое количество фотографий, которые потом оказалось были несколько преждевременными. Ну, в общем, как проходила операция по освобождению Лимана. Лиман был оккупирован российскими войсками 27 мая 2022 года. Город имел большое стратегическое значение. Для российской армии он создавал возможность наступления на Славянск и далее на Краматорск, а также на Северск во фланг ВСУ. Для украинской армии освобождение Лимана и близлежащих населенных пунктов не только снимало эти угрозы, но и открывало пути для собственного наступления вглубь Луганской области. Нанеся поражение российской группировки в Харьковской области ВСУ перехватили общую инициативу на фронтах и 10 сентября начали наступление на Лиман. Основной замысел состоял в прорыве к водохранилищам на реке Жеребец в районе населенных пунктов Торская и Заречная, что означало окружение Лимана и российских частей, оборонявших город, а также его окрестности. Атаки украинской армии развивались по разным направлениям. Связав оборонявшие Лиман российские подразделения фронтальным ударом и выйдя к окраинам города фланговые группировки ВСУ начали продвигаться в обход. На северо-западе 12 сентября они взяли штурмом в Светогорск и стали развивать наступление на север. На востоке украинские войска отбили Белогоровку, создали еще один плацдарм на берегу Северского Донца и начали бои за Ямполь. Чередуя удары, к концу сентября ВСУ завершили глубокий охват Лимана с севера и запада, а с востока прорвали российскую линию обороны и взяли под огневой контроль дорогу на Заречное, единственный коридор для отхода из Лимана. 1 октября представитель украинского командования Сергей Череватый заявил, что города, оборонявшие его российский гарнизон, окружены. Однако, по информации российских военкоров, накануне ночью российские части вышли из Лимана. В тот же день украинская армия вошла в город. Министерство обороны России заявило, что войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи. Вслед за взятием Лимана ВСУ развернули наступление на город Сватово на севере Луганской области и южнее в направлении Кременной. Российскому командованию пришлось перебросить в Луганскую область крупные резервы, которые она планировала использовать на других участках фронта. 21 сентября, когда результаты боев за Лиман были уже предопределены, Владимир Путин объявил в России так называемую частичную мобилизацию, призвав на военную службу и направив в зону боевых действий сотни тысяч резервистов. Очередная неудача демерализовала зет-патриотов и вызвала раздрая в их среде. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил командующего группировкой Центр генерала Лапина в сдачу Лимана. Обозвал его бездарью, предложил разжаривать в рядовые и отправить на передовую смывать кровью свой позор. В середине октября стало известно, что наемники Пригожина из группы Вагнер начали строить оборонительные укрепления в Луганской области. Аналогичные фортификационные работы начались и на территории России, в Белгородской области. Следующая важная веха, безусловно, освобождение Херсона. Херсон был единственным областным центром, который России удалось взять под контроль с начала вторжения в Украину. Российское командование рассматривало захват Херсона как промежуточную цель. Оттуда планировалось продвигаться дальше, на Николаев, на Одессу, на Кривой Рог. Но наступление захлебнулось, а крупная российская группировка на правом берегу Днепра оказалась в невыгодном положении. Ей пришлось занять оборону на большом удалении от басоснабжения при наличии всего трех мостов через огромную реку — Каховского и Двухантоновских, автомобильного и железнодорожного. Именно на эти мосты первым делом и нацелилась украинская артиллерия. В июле удары по ним с использованием американских Хаймер стали ежедневными. И хотя обрушить мосты не удалось, они были выведены из строя. Российские войска организовали паромные и понтонные переправы, но их тоже регулярно обстреливали. Проблемы с логистикой нарастали с каждым днем. Ракетные удары наносились и по российским базам на другом, левом берегу Днепра. А затем началось и наземное наступление украинской армии. Первые атаки пошли 29 августа с севера, со стороны Кривого Рога. ВСУ удалось продвинуться на несколько километров и занять несколько сел. Но развить успех они то ли не смогли, то ли не захотели. Многие военные эксперты расценивали этот удар как отвлекающий от готовящегося со дня на день крупного наступления в Харьковской области. Весь сентябрь на Херсонском фронте продолжались позиционные бои. А затем украинская армия вновь перешла в атаку, чередуя удары на разных направлениях. На этот раз продвижение оказалось более существенным. В ходе двух волн наступления в начале и середине октября ВСУ отбили огромную территорию от Давыдова Брота на реке Ингулец до села Дудчаны. Замысел украинского командования стал очевиден. Прорваться к Береславу, захватить дамбу Каховской ГЭС и блокировать всю российскую группировку под Херсоном. Давление шло и со стороны Николаева, поэтому российское командование было вынуждено держать в Херсоне и вблизи него крупные силы. 19 октября недавно назначенный командующим объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Суровикин, заявил, что по Херсону не исключены непростые решения. Я помню тот момент, когда все начали обсуждать, что это непростые решения, может быть это не отступление, может быть это ядерный удар, но было очевидно, что речь идет о отступлении и это лишь вопрос времени. Не для всех очевидно, кстати, часть людей до конца настаивала, что прям нет, нет, Херсон не достатут. Сразу после заявления Суровикина российские аукционные власти начали вывозить на левый берег Днепра лояльное население, запугивая людей украинскими карателями и планами взорвать Каховскую дамбу. Вывозились также материальные ценности и даже памятники. Тем временем российская госпропаганда активно подготавливала общественное мнение к принятию непростых решений. 8-9 ноября украинские войска перешли в наступление на сам Херсон. Сообщалось об их быстром продвижении к областному центру. Но судя по всему, на тот момент российское командование уже приняло решение о сдаче города. Утром 11 ноября Минобороны России заявило о завершении переброски подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра. В тот же день украинская разведка сообщила о заходе в Херсон передовых частей ВСУ. Итогом продолжавшейся три с половиной месяца операции стало полное освобождение Украины и правобережья Днепра. Освобождение Херсона – единственной крупной победой крупного завоевания российской стороны. 10-е веха – это, конечно, удары по украинской инфраструктуре, который начал как раз Суровикин. Точнее, под эту задачу его, судя по всему, назначали. 12 сентября России был нанесен целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Тогда на некоторое время были обесточены пять областей. 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого власти России обвинили украинские спецслужбы, Владимир Путин объявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики военного управления и связи Украины. В тот день и на следующий день по Украине были выпущены сотни крылатых ракет и беспилотников. Атакована была вся территория страны, далеко не только военные объекты, пострадало много гражданских строений, сообщалось о десятках погибших мирных жителях. Такие атаки стали регулярными. Для этого Россия использовала ракеты морского и авиационного базирования, а также дроны «Камикадзе», закупленные, по данным западной разведки, у Ирана. Ну, там не нужно быть западной разведкой, чтобы в «Шахедах-136» и «Шахедах-131» разлететь «Шахеды-136» и «Шахеды-135». Ракетные удары по украинской территории наносились и ранее, с первого дня войны, но именно с осени их преимущественными целями стали объекты энергетики. Чаще всего целью ракетных ударов становились крупные трансформаторные подстанции. Одним из самых мощных было ракетное нападение 23 ноября. Оно фактически привело к почти полному блэкауту. После массированных ударов по украинским городам в ноябре президент Владимир Зеленский заявил, что без электричества остались более 10 миллионов человек, и половина энергетической инфраструктуры страны вышла из строя. Власти Украины называют ракетные удары по инфраструктуре энергетическим террором, цель которого – сломить волю украинцев к борьбе. Россия настаивает, что ее целями являются только военные объекты. Представители Кремля намекали, что для этих ударов была еще одна причина – заставить Киев пойти на переговоры. Ну, ничем кроме военного преступления эти удары, конечно, не являются, потому что нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, а энергетическая инфраструктура именно к ней относится, всеми возможными правилами ведения всех войн – это все, конечно, военные преступления, в которых признается Российская Федерация и российское руководство. Полностью погрузить Украину в темноту не дают украинские ПВО и украинские энергетики, быстро заменяющие разрушенные трансформаторы, чинищие восковольтные линии передач. Сказывается и нехватка у России ракет, а также долгое время, необходимые на подготовку к их запуску. Последнее время интенсивность ракетных ударов со стороны России стала снижаться, эффективность тоже. Украинское командование заявляет, что подавляющее большинство ракет и беспилотников удается сбить, а энергетическая инфраструктура Украины почти полностью восстановлена. Отдельная веха этой войны – это взрывы на российской территории и в Крыму. И под конец года их становилось все больше и больше, как вы можете помнить. Украина не берет на себя ответственность за атаки на российской территории в аннексированном Крыму. Но факт остается фактом. С начала войны различные инциденты постоянно происходят как в сопредельных с Украиной Белгородской, Курской, Брянской областях России, так и в ее глубоком тылу. Чаще всего взрывы гремят на территории Белгородской области и в самом областном центре. С начала военных действий там время от времени взрываются нефтепазы и склады боеприпасов. Местные власти заявляют о попадании снарядов в различные промышленные объекты и жилые дома. Над Белгородом регулярно грохочут ракеты ПВО. О подобных инцидентах также сообщают власти Курской и Брянской областей. Хотя и не столь часто. Летом 2022 года Крым сотрясла серия мощных взрывов. С начала 31 июля беспилотник взорвался во дворе штаба Черноморского флота. Кто стоял за этой акцией, власти так и не выясняют. 9 августа в российском Минобороне заявили, что на территории военного аэродрома Саки в районе поселка Новофедоровка детонировали несколько авиационных боеприпасов. Причиной происшествия было названо несоблюдение правил пожарной безопасности. Утром 16 августа в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя взорвался склад боеприпасов. На этот раз в российском Минобороне назвали случившиеся диверсии. По данным российских военных, пострадали ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов. Около 2000 человек были эвакуированы. По словам очевидцев, взрыва было два в разных местах. Но полагаться на данные Минобороны российские себя не уважать. 18 августа стало известно о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек около Севастополя. В тот же день российские власти сообщили, что накануне вечером в районе Керчи сработала система ПВО. 8 октября мощный взрыв прогремел на Крымском мосту, соединяющем аннексированный полуостров к Краснодарским краям. Часть автомобильного полотна обрушилась, мост частично вышел из строя. 29 октября российские власти заявили о масштабной атаке ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе с применением боевых беспилотников. Представители украинской армии информацию о нападении дронов на Черноморский флот официально не подтверждали, но и не опровергали. Между тем, в одном из официальных телеграм-каналов ВСУ появились предположения, что поврежденных кораблей Черноморского флота больше, чем один, в их числе в ригаде адмирал Макаров, который стал флагманом после затопления крейсера «Москва». 5 декабря беспилотники атаковали сразу два российских военных аэродрома, удаленных от линии фронта в Украине на 500 и 700 км. На аэродроме «Энгельс-2» под Саратовом, где базируются атакующие Украину стратегические бомбардировщики, были повреждены два самолета, по данным СМИ Ту-95. На аэродроме Дягилева под Рязанью, по данным Минобороны, погибло трое военнослужащих. 26 декабря атака на стратегическую авиабазу под Саратовом повторилась. Минобороны РФ заявили, что над аэродромом был сбит беспилотник, обломки которого убили трех военнослужащих на земле. Это, конечно, чушь собачья, потому что осколки беспилотника не могут убить трех человек, безусловно, беспилотник достиг какой-то цели и там взорвался. По мнению военных телеграм-каналов, для ударов по аэродромам в глубоком российском тылу могли быть использованы доработанные Украиной советские разъединенные беспилотники Ту-141 «Стриж». Это похоже на правду. А в начале 2023 года в соцсетях появились многочисленные сообщения об установке зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны в разных районах Москвы и Ближнего Подмосковья, включая резиденцию Владимира Путина в Ново-Огарево. Удары по территории России стали реальностью в этой войне. Как я не раз говорил, дошли от Киева до Москвы за год российские войска. При этом надо отметить, что удары в основном наносятся по военным объектам, складам, военным аэродромам, НПЗ, точнее по нефтебазам и прочее. Поэтому имеют полное право. Ну и последнее, двенадцатая веха, которую мы наблюдаем прямо сейчас и которая еще не закончилась, это возобновление российских атак на Донбассе. Это история, которую ожидали как большое российское наступление, как новый поход на Киев. В итоге оказалось, что это просто такое медленное с прогрызанием наступления России именно на Донбассе. Бахмут и Углидар в Донецкой области – два района, где российская армия, несмотря на череду тяжелых поражений осенью 22-го года, продолжала и продолжает вести наступательные военные действия. Попытки взять Бахмут начались еще в июле. Они оказались безуспешны, но, по крайней мере, в них была какая-то логика. Перед этим российские войска взялись с севера Донецка или сейчас. Следующим ключевым городом должен был стать Бахмут. А дальше открывалась возможность наступать на Краматорск и Славянск с двух направлений, с перспективой окружения группировки ВСУ. Но это было до сентябрьского наступления украинцев Харьковской области. Российские части там были разбиты. Изюмская группировка отступила далеко на восток. Угрозы с севера для Краматорска и Славянска больше нет. Обычная артиллерия россиян до них теперь не достанет. С осени в российскую армию стали поступать сотни тысяч мобилизованных. Значительные подкрепления получили и наемники, действующие на Донбассе ЧВК «Вагнер». Ее главе Евгению Пригожно разрешили завербовать несколько десятков тысяч заключенных. Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько серьезны, что эти люди не будут воевать. Будут. Если царь говорит им «идите на войну», они идут на войну, считает командующий ВСУ Валерий Залужный. Мы с Русланом Левиевым говорили не раз, что мобилизация действительно работает и не может не работать. Но просто она работает не так, как фронт пополнился эффективными солдатами, они могут эффективно идти вперед. Нет. Он пополнился необученными, слабо экипированными, слабо подготовленными, слабо мотивированными солдатами, которых можно использовать исключительно как пушечное мясо. Ни на что другое они не способны. И прямо сейчас мы видим наглядную демонстрацию этого. Однако большое количество живого мяса – это, конечно, тоже гигантское препятствие. С приходом холодов российская армия заметно активизировалась на всей линии фронта в Луганской и Донецкой областях Украины. Наступление на Бахмут усилилось. Атаки идут как в лоб с востока, так и в обход с флангов. Ценой огромных потерь российским войскам удается медленно продвигаться. В январе они взяли Солидар – мощный опорный пункт ВСУ к северо-востоку от Бахмута. На сегодняшний день у гарнизона, обороняющего Бахмут, осталась лишь одна большая дорога, по которой он получает снабжение. Большинство из 70 тысяч его жителей бежали. Остались в основном старики. Воды в городе нет, электричество тоже. Одновременно идут ожесточенные бои в районе Углидара к юго-западу от Донецка. Они уже ознаменовались двумя знаковыми сражениями. В ноябре 2022 года российские войска как минимум две недели штурмовали и, в конце концов, взяли небольшое село Павловка. Победа оказалась первой. Потери наступающих оказались настолько велики, что их подтверждали даже российские СМИ и военкоры. В феврале ситуация повторилась под самим Углидаром. Соцсети облетели кадры разгромленной колонной российской бронетехники и сообщения о многочисленных потерях. Некоторые пророссийские блогеры назвали этот эпизод одним из крупнейших одномоментных поражений российской армии за всю войну в Украине. При этом взять Углидар российским войскам так и не удалось. Несмотря ни на что, армия РФ продолжает активные боевые действия на Донбассе. Завязались бои за Авдеевку и Маринку, подконтрольные Украине населенные пункты к северу и к западу от Донецка. Продолжается давление у Новомихайловки к юго-западу от областного центра. Российские части пытаются наносить контрудары и в Луганской области, в районе Сватовой и Кременной. Примерно с середины января идут разговоры о предстоящем крупном российском наступлении на Донбассе. Нынешние наступательные действия российской армии можно объяснить нежеланием уступать в стратегическую инициативу, чтобы не оказаться, как это было осенью, в ситуации, когда все ее шаги вынуждены. Военные аналитики отмечают, что даже в случае взятия Бахмута с Углидаром и гипотетического выхода к реке Оскол на востоке Харьковской области российская армия наткнется на новое укрепление ВСУ, и перспективы ее дальнейшего продвижения будут туманны. Поэтому наша следующая проблема – это в первую очередь удержать нашу линию и не терять больше территорий. Это ключевое, потому что освобождать территории в 10-15 раз тяжелее, чем их удерживать. Считает командующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Это были 12 ключевых событий этой войны. Понятно, что что-то из этого не события, а как бы продолжающееся действие, но тем не менее, я надеюсь, вы вспомнили веки. Я вот сейчас озвучил это все, и тоже прям в голове все пронеслось. Каждое событие, каждый город, каждая битва, все это до сих пор там и в сводках. Длинное получилось видео, но я надеюсь, что этот формат был вам интересен и полезен для освежения, так сказать, памяти. Вот. Если да, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Патреон тоже очень нуждается в вашей поддержке. Отправьте, суперспасибо. Ну и напишите, нужен такой длинный формат. Я, конечно, посмотрю там на просмотры, на лайки, на реакции, просто чтобы понять, насколько такой формат нужен или нет. Ну а если понравится, то есть еще немало хороших материалов, которые можно бы тоже было для вас записать. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok